Несмотря на то, что с улучшением эпидобстановки строгие ограничительные меры понемногу слабеют, все же остается ряд нерешенных проблем. Среди них до сегодняшнего дня оставался и вопрос с дошкольными учреждениями. Со снятием в республике режима самоизоляции родители вышли на работу, а детские сады не открылись. В связи с этим в регионе остро стоял вопрос о дежурных группах в детских садах. В республиканской столице эту проблему удалось решить. Практически все садики города сегодня открыли свои двери для воспитанников. Однако теперь стоит другая важная задача – обеспечить безопасное пребывание детей в детском саду. Поэтому открытию дежурных групп предшествовала большая подготовительная работа по отработке мер защиты от коронавируса. Сегодня двери всех дошкольных образовательных организаций города Черкеска открыты для приема наших детей. Практически во всех дошкольных учреждениях организованы дежурные группы. Дежурные группы организованы в зависимости от количества заявок от детей. Самое большое количество – это сегодня детский сад «Мамонтенок» – это 10 групп, а самое меньшее количество – это 2 группы. Для открытия дошкольных образовательных организаций мы с руководителями всех учреждений разработали алгоритм приема. Каждый руководитель просмотрел, как организовать прием. Прием, вы видели сегодня, осуществляется на улице. Обязательная термометрия для педагогов и обязательная термометрия и дезинфекция ручек наших детей. Для приема в дошкольную образовательную организацию дети прошли медосмотр. Обязательно. Поэтому все дети, поступающие в дошкольные учреждения, здоровы. Стандарт выдерживаем мы во всех образовательных организациях. Основной документ – это документ главного санитарного врача Российской Федерации, в котором указано, что первое – это генеральная уборка дошкольного учреждения, обязательная дезинфекция, наличие средств индивидуальной защиты для педагогов, для уборки помещений, обязательное наличие термометров в каждом дошкольном учреждении. При приеме, обязательно, как я вам уже сказала, термометрия для педагогов и для детей, обязательно при сон-час – это полтора метра между каждыми детьми, и при приеме пищи – это полтора метра между каждыми детьми. Поэтому на сегодняшний день мы организуем только дежурные группы по необходимости. Мы просмотрим, как у нас в работе, в обычной работе это получается, и уже дальше будем переходить на обычный режим работы дошкольного учреждения. В детском саду «Мамонтенок» по случаю открытия устроили большой и веселый праздник для своих воспитанников. Здесь сотрудники подробно изучили все рекомендации по обеспечению санитарной безопасности детей и строго им следует. Сегодня наш детский сад, да, открыл свои двери, наконец-то, для своих воспитанников. Все давно ждали этого дня, все радуются, посмотрите, как весело, празднично. И мамы радуются, и воспитанники, и мы, естественно, персонал тоже радуется. Но это накладывает очень серьезный отпечаток на нашу будущую работу. А именно, согласно нового СанПИНа, должна быть очень идти корректная, обязательная работа по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил. В частности, о чем говорит СанПИН? Он говорит о том, что каждые два часа во всех группах детского сада и в помещениях детского сада должна идти обработка всех поверхностей, находящихся в группе, обязательным дезинфицирующим раствором, специально для этого предназначенным. Каждые два часа. Далее, здесь идет еще в СанПИН вопрос о том, как столовую посуду дезинфицировать. Но поскольку в нашем детском саду имеются посудомоечные машины в каждой группе, то у нас этот вопрос не стоит. Ну вот, открылись, будем надеяться, что все будет хорошо. Персонал готов, персонал знает, обучен, будут стараться. Сегодня открываются только дежурные группы для родителей, семей, где оба родителя работают. Это особо родители, которые нуждающиеся, будем так говорить, в открытии дежурных групп. Вот сегодня открылись дежурные группы. Да, опросили воспитателей всех своих родителей, каждая группа воспитателей, опросила свою группу родителей. И вот желающие идут сегодня. К трехлеточкам им действительно придется заново адаптироваться, потому что это для них большой срок, пока их не было в детском саду. А старшенькие идут спокойно, а малыши на ручках у воспитателей. Воспитатель выходит на руки, берет и повела. Вы видите, что идет термометрия обязательная, обязательная дезинфекция рук детей. Все воспитатели и младший техперсонал в масках, в перчатках тоже так же дезинфицируют свои перчатки. Проводят детей до участка и сдают на руки воспитателям. А если еще какие-то условия, которые принимаются? Значит, условия обязательны по справкам. Обязательно. Это две справки. Ну, значит, там три в двух, как будем говорить, в каком смысле. Одна справка от педиатра, что ребенок здоров и может посещать детский коллектив. Там же, тут же пишет педиатр о том, что ребенок был в благополучном эпидокружении. И еще одна справка – это контрольный соскоп. Родители несут, без справок мы не принимаем. И они это знают. Были оповещены, родители все заранее, до этого все в курсе. Поэтому идут со справками. Мы, конечно, очень рады. Мы соскучились, мы очень рады. Многие сегодня приходили рано-рано на работу и говорили, ночь не спали. Но это действительно так. Персонал доволен, родители довольны. Идут, радуются, веселые родители с улыбкой к нам идут. Давно не виделись. Пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим родителям. Уважаемые родители, у меня к вам такая просьба. Вы знаете, это было у нас всегда. А сейчас в этих условиях особенно. Значит, если вы заметили какое-то недомогание у своего ребенка, то большая к вам просьба – не ведите его сегодня в сад. Лучше отведите к доктору или вызовите на дом. Вы знаете, как это делать. Вы знаете, всегда у нас такие правила. Но сейчас в этих условиях я надеюсь на понимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok